Приветствую! Сегодня уже 8 декабря 2023 год. Вы на Большом канале с Олегом Соскиным. Ну что, давайте про Германию поговорим. Почему это важно? Потому что Германия на сегодняшний день главный донор и по деньгам, и по оружию в Европе для Украины, и по поддержке, самая мощная страна, влиятельная. И вот фактически с Германией сейчас происходит то же самое, что происходило, я вам говорил, как это было, в период начала 20-го, ну скажем, какой-то, получается, 20 лет 20-го столетия, да, берем вот где-то 18-й, 20-й год 20-го столетия, 1918 и 1920 где-то год. И вот как раз в этот период именно Германия была союзником Гетьмана Скоропадского, такая фамилия у него Скоропадский. По Брестскому миру, как известно, Германия была гарантом Украинской Народной Республики, УКНР была уже самостоятельным государством, субъектом международного права, со всеми созданными институцией, деньги, правительство, Министерство иностранных дел, посольство, зачаточная форма армии. Ну то есть много-много вещей было создано. И вот когда началась социалистическая революция, коммунистическая в Германии, то тогда стал обрушиваться вот этот их имперский строй, и тогда войска Германской империи ушли с Украины. И тогда ворвались вот эти коммунистическо-чекистские банды Ленина Троцкого, и они разгромили из-за тупости, и тогда руководство УНР, они собачились там, они армию не успели сделать, Грушевский миллионную армию распустил, еще тот был супчик, так говорится, вот, историк типа, любимец Кравчука, он ему, поэтому уж памятник поставил там, на Владимирской, возле этого желтого корпуса университета. Ну и вот сейчас в Германии тоже происходят очень плохие события, именно в политико-экономической, финансовой сфере. Ну, во-первых, там падает экономика, реально, и падает промышленное производство, и будет, началась рецессия, так такое слово называется, это падение, по-нашему, это падение, провал германской экономики. По итогам года ожидается, что, может быть, падение экономики, где-то даже на 1% ВВП упадет, инфляция где-то на уровне 6%, вот, ну и сокращение всех показателей по внешней торговле, по экспорту, рост безработицы, то есть фактически тяжелейшая ситуация. Но мало того, у них произошло, по сути, обрушение финансовой бюджетной системы, поскольку им Конституционный суд запретил вот это, они, ну, или тупые, или глупые эти, эта коалиция светофорная, они совершенно бездарно решили использовать эти оставшиеся 60 миллиардов евро от периода, когда была вот та китайская штука. Ну и то, что они решили его неправильно использовать, Конституционный суд им запретил эти деньги использовать на определенные нужды. Ну, возьмите, переделайте, используйте эти деньги на другое, а там сделайте перекоммунение. Ну, короче, это как бы достаточно технический вопрос, но они настолько, видимо, некомпетентны, настолько глупые, настолько непрофессиональны, что они запутались в этой карусели бюджетной. И ситуация у них такая, что у них бюджет на 20, федеральный бюджет на 20-24 год не принят. И выполняется теперь бюджет по старому 23-му году, и только там, ну, собственно, секвестр бюджета вообще, то есть у них вообще его нет. Ну, это даже не секвестр, это хуже. Это как американский шатдаун. То есть, по сути, они сейчас находятся в состоянии, ну, я не знаю, как это назвать, банкротства. Правительство находится. Оно не может использовать никаких денег. Оно парализовано, вот скажем так. Оно парализовано. И лидеры этих всех своих партий, которые входят, там, зеленые свободные демократы и социал-демократы во главе с Шольцем, они не могут договориться. Они ведут переговоры, время уходит, а они не могут найти выход, как им структурировать этот бюджет. Ну, и в результате, вот последнее сделали соцопрос, федеральный канцлер Шольц обновил рекорд по антирейтингу. Последний опрос АРД Джемани показал его работой довольно довольны. Вот только 20% граждан. Это худший рейтинг канцлера, начиная с 1997 года. То есть, такого еще не было у них в их практике, канцлеров всех. АРД за последний месяц в этом опросе его Шольц потерял сразу 8%. А его партия, СДПГ, тоже потеряла уже, если будут выборы, то она получит всего лишь меньше 14% голосов. Это катастрофа. Они уже даже социал-демократы отстают от зеленых, на которых приходится 15% электората. Больше всего, получая сейчас Союз ХДС, ХСС, у них уже 32%. Левые свободные демократы в Бундестах уже не проходят, у них меньше 5%. Альтернатива для Германии имеет стабильный рейтинг 21%. Представляете, ее преследуют, ее объявляют экстремистской организацией, правой. Она набирает, укрепляет свои силы. Вагенкнехт пока еще не зарегистрировала свою партию формально, официально. То есть, в Германии наблюдается просто политический коллапс. Финансово-экономический, политический. Ну и, конечно, выделять деньги Украине она не сможет с 24-го года. То есть, это еще идут деньги из бюджета 23-го года. А с 24-го денег уже не будет. То есть, Украина не будет получать ни оружия, ни денег. Нет, Соединенные Штаты ей давать не будут. Там полностью все заблокировано. И я думаю, что все уже. Тушите свет, как говорится. Европейский Союз ждем 14-го, 15-го заседания. Скорее всего, тоже все будет провалено. Венгрия четко, жестко стоит. И там и другие страны тоже. Ну, увидим. Оно же недолго ждать осталось. И теперь выбита Германия. Соответственно, Франция выбита будет. Ну и все. Поэтому, вывод делаем какой? Ну, там очень много украинцев в Германии. Я думаю, что вы не переживайте. Потому что вы живете в землях. Земли достаточно устойчивые. Немножко изучайте экономическую, финансовую составляющую земель. Смотрите, где лучшая ситуация. Там и находитесь. Не находитесь там, где все переполнено. Там, где много мигрантов, этих турок, там, этих сирийцев, афганцев, там, еще кого-то. Вы туда потихоньку идите там, где сильны традиции. Вот именно германские, как, ну, христианская основа. Вот так как у них ХДС, ХСС. Вот как это все было. И там, естественно, вам будет легче. Поэтому, там, где меньше левых, там, где меньше мигрантов, там, где меньше коммунистов, социалистов. Ну, там, находитесь там. По-любому Германия богатая страна. Учите немецкий язык. Изучайте его детей. В садике, в школы устраивайте. Идите на курсы немецкого языка. Ищите работу. Ничего страшного. Адаптируйтесь. По-любому это на порядке. Лучше, чем вы бы находили сейчас совершенно, вот, как бы, как это сказать, находящиеся в черной зоне, в черной уже катящуюся, в черную пропасть Украине. Ну, так, объективно. Послушайте, посмотрите, мое видео я сегодня сделал. Вот такой бы я вам сделал небольшой прогноз, дорогие мои. То есть, все идет к тому, что в следующем году в Германии будут парламентские выборы. Поскольку Шольц, совершенно его партия, не в состоянии решать вопросы. Ну, и, видимо, ну, по-любому будет уже победит ХДС, ХСС. Поэтому вы будьте поближе к ним и будьте в тех землях, где они стоят во главе, где их правительство возглавляют, а где они правительство земельное возглавляют. Будьте там поближе к их фондам, к их бизнесам и так далее. И вы не пропадете. Они все равно победят. Они будут формировать свое правительство. В Баварии они вообще там, ХСС там, на очень высоком уровне находятся. Где будут там проводиться определенные мероприятия по зачистке вот этого вот фашистского, исламистского фактора. Это тоже очень важно. То есть, вот и там себе устраиваете обитание и интегрируетесь в их системы. Не пропадете. Сто процентов выиграете в этом направлении. Это я могу вот так системно-стратегически вам сказать. Да, будет много трудностей, будут проблемы. А где их нет? Где этих проблем? Они есть везде. Поэтому, но Германия огромна, Германия сильна, Германия очень развита, Германия структурирована, системна. Поэтому там будет по-любому лучше, чем в других государствах. По-любому. Вот такой бы небольшой анализ сделал вам по Германии. Вы с Олегом Соскиным. До новых встреч.